Радио Болтком 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем еще раз здравствуйте, доброго утра Начинается программа Климат-контроль В нашей студии удаленно, но тем не менее Присутствует Константин Рангс Ученый, пишущий о науке Журналист, морской геолог Здравствуйте, Константин Добрый день Вот мы поговорим обязательно О прогнозе погоды Какие у нас Планы, прогнозы на Ближайшую неделю Но сначала хотел сказать, что на портале MixNews действительно пишут о том, что Индию накрыло Рекордное за 122 года Жара И такого вот, чтобы 44 градуса Было в марте Как-то индийские старожилы Как говорится, не припомнят Насколько вот мы же Наоборот, жалуемся на то, что Довольно прохладная у нас Как бы весна Только мы Привыкли к 14 Плюс градусам И уже начали менять свой гардероб Вдруг снова пришла волна Холода И как-то так вот по утрам Совсем бывает неуютно Выходить на улицу Ну, я думаю, что индусы бы с радостью с нами поменялись Потому что на данный момент По всем подсчетам Получается, что уже более 500 миллионов человек Находятся вот в эти дни В зоне катастрофического подъема температуры Существует такое понятие, как температура влажного термометра Наверное, это понятие связано с влажностью На определенной влажности при определенной температуре Пот в начале человека перестает испаряться Это означает, что человек начинает перегреваться неминуемо И вопрос его смерти Это вопрос, может быть, во всего лишь нескольких часов Поэтому сейчас как раз И, во-первых, очень большая надежда Что хоть немного влажность уменьшится Изменится направление ветров с другой стороны И все равно получается, что эта зона раскаленного воздуха Она расширяется Начинается она уже сейчас в Закавказье Иран уже попал в эту зону Поэтому, собственно говоря, вот как раз Эти погодные новости наиболее тревожны именно оттуда А что у нас? У нас над нами крутится огромное колесо Медленного, мощного антициклона Антициклон центр имеет сейчас Где-то в районе Южной Скандинавии То есть мы находимся все-таки восточнее На фронтальной И как раз это объясняет Поскольку он движется по часовой стрелке Он приносит к нам холодный воздух Вот минувшие ночи, например, кое-где И Замбургские были И в ближайшее время вот такая вот погода сохранится То есть днем солнце будет нагревать землю В общем-то мы будем париться в автомобилях Это, кстати, очень важный момент Если не работают кондиционеры То будет жарковато А с другой стороны, выходя на улицу Мы будем мерзнуть Потому что особенно в тени она будет невысокая Вот такая вот классическая, привычная Апрельское, начало, майская погода Но она будет продолжаться всю следующую неделю Ночи холодные Днем температура будет подниматься Особого ветра, конечно, тоже будут присутствовать Но пока прорывов мощных циклонических масс В течение недели не предвидится У нас, конечно, не будет такой жары, как в Индии А вот так вот будем колебаться От минус, от нулевой отметки Или, может быть, первые градусы плюс-минус Где-то до градусов плюс десяти днем Будет ли выглядывать солнышко? Потому что, в принципе, солнце как раз вот пригревает А стоит только быть дню такому пасмурному Мы сразу начинаем чувствовать отсутствие солнца И более, ну, как-то такая прохладная становится погода Ну, обещают повыше Обещают, что будет это солнце Тут весь вопрос, что тут еще есть и зоны пониженного давления Конечно, всегда, как в любом прогнозе Существует вот эта вот неопределенность Мало того, например Речь идет о том, что эта зона повышенного давления Может уйти на север И у нас начнет активнее двигаться Зона пониженного давления Которая сейчас как бы отжата Но, в принципе, основные все прогнозы Я посмотрел три варианта по трем моделям Предполагается, что в ближайшую неделю Будет переменная облачность Но солнце периодически точно будет Вот какая-то такая картина Мы видим вот на примере Индии Действительно Такую необычную вот картину того Что те регионы, которые Привыкли к одной температуре Ну, привычной к погоде вдруг Начинает немножечко меняться Вот привычные погодные условия Насколько это Вот эти какие-то сдвиги Такие перемены этих областей Жары, засушливого климата Может быть, где-то наоборот Вот они так мигрируют по земному шару Ну, надо сказать, что Одна из основных проблем Заключается в том, что Зачастую так называемые Массовые средства массовой информации Популярные, так скажем, издания Они чаще всего обращают внимание На что-то такое яркое, катастрофическое А те процессы, которые двигаются Медленно, но верно Или которые малозаметны На них как-то не обращают внимания Вот если покопаться Можно найти материалы Научные статьи Посвященные тому, что, например Совершенно непонятно, что происходит с Сахарой Вроде бы, да Сахара даже как бы расширяется Расширяется Но с другой стороны выясняется Что расширяется Она как-то весьма странно На востоке она больше расширяется А на западе как-то так Наоборот леса появляются Или какая-то растительность То есть вместо пустыни Появляется саванна То есть Что это такое? Это какой-то эпизод в развитии Либо какой-то процесс Который мы до конца До сих пор и не понимаем Что же на самом деле Потому что, с одной стороны Есть расчеты И моделирование Которое показывает Увеличение углекислого газа В атмосфере Очень способствует Увеличению продуктивности Зеленой массы То есть растения Они же питаются углекислым газом Им больше еды Они лучше растут Вот если бы было бы больше воды Но как раз вот вроде бы В западной части Африки Повышение температур Приводит к увеличению испарения И увеличению осадков То есть получается Что как бы Граница с Сахарой Становится более резкой Тут Сахара А тут не Сахара И вот в этой не Сахаре Сахар Вроде бы там Что-то становится И все меняется Это один из примеров таких Например Писалось о том Что Ах боже мой От потепления Движется на север Зоны лесов А тундра сокращается И тоже вот В этих же материалах Пишутся Что непонятно Что происходит В отдельных местах Зона движется на север А в других местах Как бы Вроде бы И не движется И ученые говорят о том Что необходимо Все-таки попытаться И не оставлять усилий Для того Чтобы понять Что вообще происходит Вот совсем недавно В профессиональных журналах Международных Упубликовали статью Посвященную исследованию Выделения метана С шельфа Ледовитого океана Выделяется он по себе И выделяется сам по себе Просто потому Что под водой Разрушается Затопленная Вечная мерзлота Которая содержит Этого металла Великое множество У нас два года назад Передача по этому Помню была Мы напрямую С борта исследовательского Судна Академик Келдыш Который стоял В море Лапки Я напомню Где-то может даже В архивах она есть И там была Совместная Российско-шведская Экспедиция Вот они обнаружили Прямо со дна моря Как будто Бутылку шампанского Открыли Вот так В массовом порядке Идет вот это Вот выделение метана Гораздо более сильного Попорникового газа Чем у Блекислота То есть Процессы как раз есть И сейчас начинают Вот так вот Почесывая затылок Потому что Так скажем Военная история Малость Убрала Такой фокус Внимания Из зеленого Ну Зеленой повестки И как только Этот фокус Убрали То устали Видны Голоса Тех людей Которые Говорят О том что Да Изменения Происходят Но мы Не очень хорошо Понимаем Куда это Все идет А ведь Это же что Означает Это означает Что Господа Ведь То что вы Предлагаете В Европе Может быть Не совсем Хорошо И не совсем В интересах Тех людей Которые Живут Например В Азии Или в Африке А то что Хорошо для Африки Точно ли будет Хорошо Для Латинской Америки Вот эти вот Вопросы Они сейчас Начинают Проявляться Например Как-то Взглянули По-другому На статистику Ураганов Как-то Все время Шел разговор Ураганы Больше И сильнее Да Вот эти Больше Те и сильнее Тех ураганов О которых Пишут А те О которых Не пишут Мы как бы Про них И не слышим Вот например Минувший год Он был за 40 лет Самый Слабый По количеству Ураганов Почему Он был Самый теплый А ураганов Было мало Вот эти Вопросы Они сейчас Как бы Уже Не столь Популярны В Массовом Как скажем Нарративе Как принято Говорить Но как раз Специалисты Они сейчас Продолжают Над этим Вопросом Работать Я хочу Сказать Что вот Пока что Не видно Что кто-то Вот может Взять и сказать Я знаю В чем причина И как все Выглядит Наоборот Сейчас увеличилось Вот это Облако Незнания Точнее 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 оно И раньше Было Но об этом Сейчас Стали Как-то Чаще Говорить Потому что Непонимание Того Что происходит Оно само По себе Очень плохо Как можно На что-то Рассчитывать И что-то Планировать Если мы Еще не знаем Куда Все движется И главное Как движется Ясно Что меняется Ну как Вопрос То есть получается Что нет Такой прямой Связи То есть Чтобы можно было Сказать Вот температура Повышается И поэтому Мы видим Что происходит То-то То-то И то-то 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 Более Может быть Какие-то Сложные Процессы Протекают И мы Их Просто упрощаем Пытаясь Свести К Ну вот К каким-то Простым графикам Увеличилась температура Или что-то Изменилось И вот Произошло Это и это Вот в том-то И дело Ученые Очень злятся На так называемое Журналистское сообщество Потому что Когда их спрашивают Условно говоря О том Что влияет ли Глобальное потепление Или глобальное изменение Климата На увеличение Осадков Допустим В Балтийском регионе Ну и дальше Ученые же как Ученые начинают говорить Что оно влияет Потому что Меняется Характеристику А как же Вот у нас в таблице Написано Было 550 миллиметров И теперь будет 560 Ну что это За ерунда Какая-то Там Но ведь Понимаете Ученые начинают Говорить Вот тут 500 миллиметров Это миллиметры Расписанные На 9 дождливых Месяцев А вот тут Эти 500 миллиметров Это расписаны По сути дела На 3-4 дождя Крупных Или там На 3-4 недели В течение года Но это же Совершенно Не Ну как Вот мы же Прекрасно понимаем Это плохо Продается А вот если Можно будет Сказать о том Что у нас Дожди Будут В 5 раз Сильнее То это Естественно Продается Хорошо Но беда Заключается В том Что Слушатель Он не должен Разбираться Во всех этих Хитросплетениях И графиках Он это Он это Воспринимает Так что Будет Дождей В 5 раз Больше А на самом деле Их может Не быть В 5 раз Больше Они просто Эти дожди Будут Выпадать Редко Но в виде Потопа Такого Вылились А потом Засуха Вот что Мы сейчас Видим Когда мы Видели Последний Сильный Хороший Дождь Ну да Давно Вот именно Когда Боюсь Что в прошлом Году Вот такой Настоящий Ливень Тут даже Как-то Грохотало Недели Две Назад Проходила Грозовая Ячейка Мимо Нас Но если Смотреть На фотографии Спутникова Или Метеорадар Это были Какие-то Слезы Несколько Капель И все А пока Мы не Видим Когда Будет Гроза В начале Мая Которую Мы должны Любить Опять же Неизвестно Что-то На данный Момент На следующей Недели У нас Как бы Нету Прогнозов Что нас Ожидают Грозы Такие Мощные В начале Мая Поэтому Все Очень Крайне Сложное Например Я понимаю Что когда Люди Задаются Вопросом А какая Будет Следующая Зима Или Осень Так скажем Особенно В плане Отопления Квартиры Ясное Дело Что людей Это волнует Но Сказать Надо сказать Честно Никто Толком Это Сказать Не может Ответить Ну что Посудите Сами А что Можно Будет Делать Останавливать Выключать Отопление Нельзя Ставить Цены Такие Что они Будут Выше Чем Доход Например На человека В семье Ну это Собственно Собственно Говоря Тоже Непонятно Это Никакая Экономика Не Выдержит Следовательно Возникает Следующий Вопрос Может быть Кто Подскажет Как Можно Например Снизить Температуру В доме Ну где Нибудь До 14 15 Градус Ну кстати Это ведь И говорят Что В Европе Достаточно Распространенное Явление То есть Мы еще Неженки По сравнению С европейцами Те кто Переезжает Жить Европу Часто В квартире Да Холодно Ну в общем Собственно Говоря Вот на 14 15 градусов Нужно Рассчитывать Следовательно Вопрос Заключается В следующем Что конечно Не температуру В доме Будут Восстанавливать А в большинстве Домов Особенно Постройки Которые За 30 лет В этих домах Единственное Что остается Это Сейчас уже Поздно Стены Утеплять Ну Теоретически Можно еще До осени Как раз И можно Их же Утеплять То надо Снаружи А не изнутри Вот в чем Беда То есть Это Большая Работа Со специалистами Это не просто Так Взять Стену Обклеить Но с другой Стороны Ясное Дело Что Нужно Конечно Озаботиться Окнами Утеплением Дверей Вообще Всех Щелей Откуда Может Уходить Теплый Воздух Интересно Что например Наши же Соседи Например Практикую Такую вещь Как наклеивание Специальных Пленок На свои Пластиковые Окна В качестве Как бы Такого Третьего Стекла Ну есть Такой Вариант То есть Есть Разные Варианты Кто Шторы Кто Еще Что-то Кто Инфракрасные Лампы Ставит Которые Светят На Те Самые Стены Которые Обращены На Улицу Есть Разные Варианты Все это Надо Будет Считать Но Факт Фактом Что Осталось На самом Вели До Осени Не так Много Меньше Полугода И Поэтому Это Будет Очень Большая Серьезная Проблема И Никто Толочком Не скажет А какой Будет Январь 2023 Года Ну и тут Наверное Спасением Будет Просто Самое Банальное Вязать Шерстяные Какие-то Ночные Колпаки И пижамы Для того Чтобы Спать В холодной Кровати И чувствовать Себя Более-менее Комфортно Ну Конечно Но Допустим Помните Как Там Вы Полагаете Это Будет Носиться Я Полагаю Что Это Следует Шить Вот Это Вот Сейчас Получается Что Например Какие-нибудь Пижамы Байкового Типа Или Шерстяные Колготы Они Могут Действительно Оказаться Весьма Востребованы В Следующем Сезоне А почему Говорю Сейчас В конце Апреля Потому Что Сейчас Как раз Есть Еще Время Что-то Сделать Сообразить Что Можно Сделать Как-то Приготовиться Я Видел Материал О том Что Придется Копить Вот Это Один Из Вариантов От Того Что Может Быть Да Действительно Придется Копить Придется Копить На Зиму Отопительный Сезон 22 23 Года Да Ну То есть Такие Достаточно Суровые Прогнозы Но Лучше Все-таки Готовиться Действительно К худшему Чем Так Вот В радужных Мечтах Столкнуться С жестокой Реальностью Через Полгода Когда Придет Время Следующего Отопительного Сезона Ну Что же Спасибо Огромное Константин Рангс И программа Климат-контроль До следующей Пятницы До свидания На одной волне Сго